Израильский боец смешанных единоборств Арфаэль Аронов, известный на ринге как Коп, действительно служит полицейским в израильском городе Бер-Шева. Терпения и выдержки этому еврейскому парню не занимать, но и его могли вывести из себя выходки его будущего соперника на мировом ринге – бойца из Казахстана Ильяса Садыкова. У бойцов ММА вообще-то принято в преддверии боя обмениваться угрозами, чтобы устрашить соперника. Чаще всего это носит характер некого спектакля, предназначенного для болельщиков. Однако казахстанец вышел за пределы этого жанра и адресовал Рафаэлю Аронову грязные антисемитские сообщения накануне поединка. В частности, прислал ему фотографию Гитлера с сообщением «Я сожгу тебя, как этот парень». Он также издевательски интересовался, нравится ли еврею Аронову немецкая музыка, намекая на ту, что звучало в нацистских концлагерях. А потом и вовсе перешел на грубую брань, который сдабривал свои антисемитские выплески. Рафаэль Аронов, родственники которого пережили Холокост, предпочел не реагировать на полученные угрозы, а вместо этого сделал их скриншоты и поделился ими с новостным каналом. «Я решил промолчать и ответить своему противнику на арене», — сказал спортсмен, пообещав, что сделает свою победу двойной над соперником и над юдафобом. Бой длился около пяти минут, начало его было неблагоприятным для Аронова, но боец быстро восстановился, сумел сбить соперника с ног и победить его нокаутом. В результате Рафаэль Аронов выиграл чемпионат мира по боевым искусствам в полусреднем весе и завоевал свой первый чемпионский пояс. После победы Аронов пожал Садыкову руку и позже в соцсетях пояснил свой поступок. «Для меня всегда важно и в победе, и в поражении быть спортсменом». Однако его противник не проявил подобного благородства. Садыков обвинил в соцсетях рефери и судей во влиянии на исход боя и потребовал проведения матча реванша в Казахстане. Израильский флаг, который показал сопернику полицейские из БРШевы и выходец из семьи репатриантов из бывшего СССР Рафаэль Аронов, можно считать еще одним ответом побежденному Ильясу Садыкову.